Всем привет, я Вика и это шоу Академия порядочных парней. Согласны ли вы с утверждением, что сейчас в России с повода слова? Можете подискутировать на эту тему в комментариях. Ну и вообще, как вы думаете, приятно ли нашим школьникам, мне и другим блогерам читать оскорбительные комментарии в свой адрес? Сегодня мы в очередной раз попробуем с этим справиться и прочитаем ваши самые неприятные комментарии. Ну а как бонус ответим на некоторые ваши вопросы и прочитаем мимимишные комменты тоже. Поэтому ставь лайк, если ты не хейтер. Поехали! Ирашка, это химия или твои волосы? Да, у меня такие с рождения. Кирилл Гейм, Аким жжет, Вика моя мама. Видимо, ты мой братик. Леша плюс Катя, Любовь. Обидно то, что мое имя с маленькой буквы написали, а так все нормально, в принципе. В принципе, я и не знала, честно. Не хочется плакать. Русик пишет. Интересно, сколько времени ушло на то, чтобы по очереди передавать айфон друг другу. Каждый там пользуется айфоном, сколько ему надо, чтобы комменты прочитать, а айфоны там передаем по очереди. Ведущая доска. И кто-то еще поставил один лайк. Значит, остальные тысячи человек с этим не согласны, потому что не поддержали этот комментарий. Значит, это неправда. Виолетта очень неприятная. Насчет завышенного ЧСВ это правда. А баба с косичками прикольная. Но здесь слово правда написано с большой буквы. Походу, он реально проверял. Черт возьми. Аким, ты роняешь запад? Я роняю тренды Ютуба, само собой, ведь это я, Аким, у которого выходит классные видео. Вернее, не выходит уже месяц. Ну ничего. А которая новенькая? Бери косички. Валя. Александр Ведерников пишет. Вопрос к Лёше. Как он относится к творчеству Цоя и какая любимая песня? К творчеству Цоя и вообще к группе кино я отношусь просто положительно. Любимая песня это, скорее всего, звезда по имени Солнца, группа Крови, Кукушка, Сказка. Сука умная интеграцию засунула в коммент. Написала Римма Пестикова. Римма Пестикова, для того, чтобы делать контент и тебя веселить, и лично тебя, нужно делать эти интеграции. Доша, уберите ее позже. Всем пока. С вами была Виолетта. Я пошла. В смысле, Вика, твоя мама? Ну, вот так, Вика, моя мама. Ну, в смысле, как? Вот так. Меня Вика в капусте нашла. Не, Рили, Катя и Аким, красивая пара. Катя, на мною, красивее ты, Виолетта. У Акима вкуса нет, походу. О, господи, боже мой, ребята. Хорошо, я не знаю просто, что ответить. То Лёша, то Акима. Это как я бегаю между... Типа, если Лёши нет на канале, я сижу с Акимом. Нет Акима, я сижу с Лёшей. Это как понимать? Ребят, вы все нормальные, но не знаю, из-за чего она вас так гонит. Ну, не знаю, потому что тупые хейтеры нас задолбали. Вика, тупая шаболда, кудрявая, слишком высокомерна. Цыган, тот, который любит лизера, гандон, не знающий ничего в музыке. Швабра, сука, с меня все. Наверняка этот дерзкий лисенок не хотел никого обидеть. Он просто хотел попасть в выпуск. Но это не обязательно. Но это очень обидно, согласна. Виолетта, сколько мы с Акимом уже вместе, вы классная пара. Короче, мы вместе с того самого момента, когда я была на его родах. Акима, пошлите туда его. Пусть приезжают ушлепки к нам. Данил Радыгин. А куда приезжать? Ты адрес-то скажи, ну, я хотя бы, чтобы знала, то мне... Как я так это... Нафига я эту дуру сделала про классички? Без них ей больше идет. Ну, как бы спасибо, а во-вторых, обзываться не надо. Я как обзову... Это, да. Забудешь клавиши. Ты понял, пивер? Так точно, сэр. Ля, Леха. Флесит от Бога. Ставьте песню Атлантида, Маркула, Маркула. Пускай зафлексит. Прикольно будет. Спасибо за комплимент, что я круто флексию. И то, что я могу даже специально волосами так сделать, потому что многие там сделают всякие фан-видео, в беседе о Киме. Миша Серебряков написал, Вика, доска, два соска. Что у вас за шутки однотипные? Еще раз повторюсь, это не так. Я собираю документы и скоро на вас подам в тисячный суд и докажу, что это не так. Виолетта, скок у нее с М? Это не у меня нужно спрашивать, это у Виолетты. Одна Т, я здесь ни при чем, без понятия. Аким, твои родители хотели девочку? Надо спросить у фараона. На самом деле я не знаю, потому что я не знаю. Вопрос к Кате, как быть такой красивой? Наверное, родиться в моей семье, а так не знаю. Вопрос к Леше. Кто, по твоему мнению, красивее, Виолетта или Катя? То сейчас я не стану рисковать, потому что тут сидит сейчас Влад, Аким, Виолетта, Вика и оператор. Поэтому, чтобы никого не обидеть, я скажу, что красивее всего Аким. Мне нрав Вика, она на пингвиненка похожа. И кудрявая девка мне тоже нрав, она прикольная. Пингвиненок? Так меня еще никто не называл. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Очень приятно. Да, я сегодня как раз одела белое-черное и похожа на пингвина. Я пингвин. А дочерак с говядиной или с курицей? Только с грибами, во мне нет мяса. Кудряшка орала? Не знаю. Это не ко мне вопрос, на самом деле. Ладно, да. Так. Ананас, тебе вопрос. Тебе нравится Аким? У меня есть молодой человек, так что мне не интересно. Я тут ни с Лешей, ни с Акимом, так что не надо. Не вписывайте меня в компанию. Я не лидер. Не поясни лидер. Леша без обид. Аким задолбал, Виолетта топа. А вот лидер уже, честно, подбешивает. Дреду. Ой, то есть эти какашки. Лучше бери и сбрей. Или сбрей. Хорошо, я не знаю, как на это ответить. Вопрос Вики. Все ли участники ладят между собой? Ну, вообще, как известно, у нас уже образовалась одна пара. Это Аким и Виолетта. Поэтому ждем, когда уже у нас образуется вторая пара. Екатерина и Алексей. Так что, ребят, давайте, если это видео соберет 100 тысяч лайков, то так точно не произойдет. 100%! Давайте им поможем. Надо просто помочь ребятам. Максим пишет. Давайте, как в древности, соревнования устроим. Кто победит, за того Виолетта выйдет замуж. Охренеть. Короче, я за то, чтобы женщины сами были вольно выбирать, за кого им выходить замуж. А еще мне 17, и мне не хочется пока что замуж. Давайте не будем возвращаться к древности. Мы все-таки живем в прогрессирующем обществе. Аким, как ты учишься? У тебя есть брат или сестра? Нормально. Тройки, четверки, пятерки. У меня есть двоюродный братик. Вот. Вот так. А кудряшка норм, ананас и швабра тоже. Ну и ЛЦП норм. Вика не исключение. Ананас и швабра. Где состыковка? Как это вообще называется? Может быть я ананас или может быть я швабра? Кудряшка норм, согласна. ЛЦП согласна. Вика не исключение тоже согласна. В общем, я все-все согласна. Пацанов забыли. Дима Стариков пишет. Жирный черниш слишком много выделывается. Может перед Викой? Нет. У Вики голос, как у Хованского. Это был комплимент? Или оскорбление? Чтобы быть похожим на Хованского, мне не хватает рядом сиськи пива. Так что, ребят, вы знаете, что мне подарить на Новый год? Текс, а можно вопросик? Почему все думают, что дождик за-звездилась? Вполне возможно, что доширак в нашей стране чуть-чуть дорожает. И я набиваю себе цену. Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Блин, Аким, типа, крутой, выпендривается, а сам просто разговаривает с камерой. И максимум, чего он добьется, это быть биомусором, как все ютуберы. Ведь ютуб – это помойка. Типа, сравнивать меня с другими ютуберами и говорить, что это помойка, по твоим словам, сколько бы подписчиков у меня не было, сколько популярности, я все равно ничего не добьюсь, в принципе. Ну, чего-то я уже добился, у меня 60 тысяч на канале, переходим по ссылке. Ей с распущенными волосами больше идет, чем с ананасом. Ну, не знаю, мне и так, и так нравилось. Но я уже не ананас, не швабра. Чувак, который слушает лидера, крут. Да, именно ты крут. Чувак, который слушает лидера, крут, 38 лайков поставил все-таки. А где же тут люди, которые слушают лидера? Кудряшка топ. Вопрос к Вике. Как ты вообще сюда попала? Где тебя нашли? Ответь уже. Тебе бы по подиуму топать. Топ-топ. Одеть валенки и топать. Ну, где нашли, вернее, там, где я сама себя нашла, там уже нет. Вопрос Виолетте от Саши. Любишь Акима? Обожаю. Почему мне так нравится Аким? А теперь присмотримся к Нику. Новрус Казик Ханов. Видимо, это не девочка. Почему тебе нравится Аким, я не понимаю. Не троньте новенькую... Тут угрозы, погодите-ка. Не троньте новенькую мрази на топы, что она много не знает. Она новенькая девочка, и все, не троньте ее, гады. Просто, просто, понятно, да? А точно мне? Звездец. Вообще, долбанутые звездюки. Я бы им кроме *** ничего бы не раздал. И, ну, никнейм у него Андрей Копать. Ну, что я тебе скажу? Копать тебя, Андрей, в могилу. Ох, фу, блин. Да вы задолбали. Со своими школьниками уже отписываюсь. Вы для школоты снимаете, смотрю. Ну, понятно. Вика, иди ты в жопу, поняла. Бесишь. Сколько экспрессии, сколько она поставила восклицательных знаков. Ну, я не знаю, это прям прекрасное произведение. Очень экспрессивно, выразительно. Виолетта, съешь три говяжьих дошика на видео. Не, ну, очень тупые челленджи, реально. Что-нибудь поинтереснее я... Да, я еще подумаю над вашим. Но три говяжьих дошика, серьезно? Пусть Аким перестанет выпендриваться. Хорошо? Так раздражает та девочка с желтыми косичками. Ну, не нравится перепеть. Тут есть кнопочка, короче, на два раза на экран нажимаешь, и видео ускоряется, там уже другой человек появляется. Вот не нравится, не смотри. Глаза за... Валерия Алиметова пишет, сколько вам в 7 лет? Мне целых 15 лет, Акиму целых 14,5 лет, а Виолетте 22. Вика, что у тебя за ковер на ухе? Это был ковер-самолет из сказки про Аладдина. Наверное, они тогда еще не родились, и не поняли, что это у меня за ковер на ухе. Вопрос, Виолетте. Неожиданно. Как ты относишься к тому, что большинство людей шиприт тебя и Акима? Привет заранее. Мне 17, ему 14. Еще чуть-чуть и меня могут посадить. Не важно, сколько человеку лет, важно, какая у него душа. А у Акима душа, ну вот, вот такая. Гуд Череп пишет. Самый топовый парень Аким. Самая топовая девочка Кудряшка. Не в обиду Леша и Катя. Отстачивайся от меня. Блин, помню, как в говнотоке сидел и видел эту девку с дредами. Даже подписался на нее и стримы смотрел. Пипец. History. Кто-нибудь просветит что-то говноток. Это теперь новое название. И я снималась в говнотоке. Так, зачем, зачем ты на меня подписывался, если я тебе не нравлюсь? В чем этот прикол? Я не понимаю, но хорошо. Да, вроде все норм, ребята. Чего на них гомте Виолетта топ-умная сучка. Люблю тебя, два смайлика. И я тебя люблю, зайчик Влад решетил 6 дней назад. Один лайк. Это я поставила. Король мага пишет. Мага Дага. Меня одного задолбал эта телка пацан в черном. А чем задолбал, скажи, пожалуйста. Типа, если ты просто пишешь какой-то необоснованный комментарий, то ты, не знаю, звезданутый. А так, если ты что-то обоснованное пишешь, я буду это исправлять. Вопрос Дошику. Во сколько лет у тебя был первый поцелуй? Как только меня заварили. Прив Ку. Девчонка, которая не кудрявая. Ты с прямыми волосами лучше, поэтому расплетайся, чтобы я тебя отрабанил. Я бы шутил. Шутки за 300. Расплетайся. Я уже расплелась. Спасибо. Ты прям вангуешь. Кудряшка очень красивая. Сколько тебе лет? Пообщался бы с тобой. Приходи сюда. Сейчас я жду. Че, Артон не пришел? Вот говно. Почему все пишут? Верните Тосникова. Он уже не ушел. Обалденно. Это самый лучший комментарий. Кира, молодец просто. Если ты смотрел старые выпуски, там будет мальчик, который был в очках такой. Я средненький. Называйте меня средненький. Не так, не сяк. Виолетта, говорю честно, у моего друга сиськи больше. Сочувствую ему полностью. Не убирайте новую девку, она красивая. Хорошо, спасибо. Я б***ла с ЧСВ доширака. Б***ла аж до знаков припинания, чтобы прокачать ЧСВ еще на уровень. А, это фигня. Да, такая вот я ЧСВшная штука. Девчонка с дредами меня бесит. Это не дреды были, это были афрокосички. Дреды выглядят по-другому. Ну, раз бесит, не смотри. Виолетта, почему Аким сказал просить у тебя сколько СМ? Сегодня мы не сможем померить, сколько у меня СМ. Уберите девочку с желтыми косичками. А вы знали девочку с желтыми косичками? Я нет. Типа, новенькая какая-то. Я не знаю, где я пропадала, короче, два месяца. В принципе, я вернулась. Существует два месяца. Да, я здесь. Какая была здесь желтая косичка? Какой у меня заменял желтыми косичками? Я не знаю. Дмитрий решил поинтересоваться. И вместе с ним 555 человек. Кудряшка, давай решим спорт тысячелетий. У тебя на голове Доширак или Ролтон? Короче, Доширак выигрывает, потому что у него больше вкусов и есть макарошки, как для мясоедов и веганов. Вот так правильно говорится. Но вообще, короче, с грибочками там есть. А где ананасика? Она мне очень понравилась. Ананасика больше нет, теперь здесь есть я. Ну, типа, у меня больше клички нет. Типа, я была ананасиком. Придумайте мне новую кличку в комментариях. Эра кучеряшки закончилась, началась эра милой девочки с дредами. Короче, ребята, моя эра будет продолжаться еще очень долго. Пока я существую на этом канале, она будет продолжаться. На этом все. И что я хочу вам сказать. Чтобы попасть в выпуск, не обязательно писать нам оскорбительные комментарии. Можно просто задать вопрос. И, возможно, он попадет в следующий выпуск. Только если он будет безумно интересным. Вика, ты в колготках? Виолетта, ты тоже в колготках? Ну, а если кто-то хочет поговниться в комментариях, то, пожалуйста, какашкой быть не запретишь. Делайте, что хотите. У нас тут на канале свобода слова. Вообще-то. Ну, а если это видео соберет 30 тысяч пальцев вверх, то мы сделаем еще одну часть и включим ваши комментарии и вопросы. Спасибо за просмотр. Увидимся завтра. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok